Зелени обязательно надо, потому что это наши местные витамины, лук, чеснок, это же наши витамины. Баба Тома служит в Знаменском кафедральном соборе уже 13 лет. Знает, как душу в порядок привести, а постный стол в трапезной сделать вкусным и полезным. Это картофель тушеная по-домашнему, с растительным маслом и с зеленью. За годы накопила не один десяток постных рецептов. Взять хотя бы кашу. Мы делаем еще кашу комбинированную. Это рис с гречкой. Но так как рис, приготовка его подольше, вперед бросаем рис, распариваем до какой-то степени. Ну, мы знаем до какой степени. Потом гречку вместе. И, во-первых, она подается красиво, во-вторых, и полезно. Улучшить цвет и вкус щей советуют с помощью зажарки на подсолнечном масле. Так приказания и говорят, или паломники, что очень вкусные мы готовим. Говорят, их фирменными называют. Да, они так и к нам обращаются. Вашего фирменного, фирменных ваших щей. Это щей, там много моркови, свеклы ложатся и луку. Если хочется блюда посытнее, баба Тома предлагает приготовить фасоль. Фасоли, они все калорийные, но, допустим, они все равно по вкусу разные. Вот, допустим, коричневую, вот, как бы сказать, любят, но не так. А если фасоль идет кремовая такая цвета, не белая кремовая, это же вообще объедение. То есть самая вкусная кремовая? Да. Надо мне попробовать тоже. Ням-ням-ням. Аппетитно? На десерт в трапезной нередко готовят блины. Постные, без яйца и молока. Это берем рис, замачиваем на 2-3 часа. Он настаивается. За эти 2-3 часа мы не один раз подходим, мешаем, смотрим. Вместо там молока и воды вот именно вот эту воду берем из риса и туда добавляем муки. Ну, мы уже знаем, сколько вот, допустим, не совсем рецепт такой строгий. Придется к постному столу и тыква. Можно кубиком, можно дольками, можно порциями ее сделать. Это в духовке обжаривай. Привкус другие. Это при помощи сахара и растительного масла. И это еще не все рецепты. Так что голодным в пост точно не останешься. А если еще включить фантазию, то многообразие блюд на столе точно обеспечено. Наталья Жукова, Алексей Красных. Тюменское время. Продолжение следует...